Так, привет, привет всем. У меня сейчас был онлайн в фейсбуке, значит, я сообщил там о решении Бельской муниципальной комиссии сегодняшнего, без меня не правил тестируем, посмотрите там. А сейчас я с вами хотел бы обсудить одно событие, которое вчера попало во все молдавские СМИ и в том числе очень широко освещалось СМИ из разных стран мира, за рубежом. Это как похитили украинского судью по фамилии Чаус. Я вам хочу представить некоторые эксклюзивные видео. Значит, как это происходило, потому что вчера в социальных сетях появилось видео, там, где очевидцы сняли на телефон, как его там похитили в присутствии там 10-летнего ребенка, причем украли его вчера вместе с охраной, группа лиц, очень много версий на эту тему. Значит, мне самому интересно, что это за, что это были за гавроши, да, за «Неуловимые мстители». Значит, в разных телеграм-каналах разные версии. Одни там пишут, что это версия, что там на пятый-шестой день после визита Маясанду в Киев, значит, туда поехал директор молдавского СИБа Исауленко, там по большому секрету, значит, и встречался с одной спецслужбой Украины. Значит, якобы это результат поездки Исауленко, которого там просила помочь украинская сторона. Значит, другие пишут, в том числе украинские блогеры, что это Порошенко вместе с Плохишом, потому что они были партнерами, товарищами. И в свое время Порошенко обращался к Плохотнюку, чтобы Чаус попал в Молдавию, что Плохотнюк ему тут организовал политическое убежище. И это типа Порошенко, потому что боятся, что Порошенко боится, что Чаус заговорит, там всех сдаст. Зеленскому он нужен для того, чтобы он сдал Порошенко, ну и так далее. Значит, вчера, вчера похитили днем Чауса, он там находился с ребенком, с охраной, загрузили в белый микроавтобус, я думаю, вы все это, вы все это видео видели. Значит, мне лично очень интересно разобраться для себя, понять, значит, все-таки это была совместно украинско-молдавская спецоперация или просто украинская, а наши там тюлени проморгали. Значит, были вовлечены политики, не было, ну, информации чуть позже будет побольше, а сейчас вам, значит, хотел показать некоторые фрагменты, значит, этой вчерашней операции. Почему операция, потому что работали здесь однозначно спецслужбы, как они сработали, вы видели, а то, что вы не видели, я сейчас вам покажу, сейчас я добавлю видео, значит, я добавлю видео, чтобы вы... Так, я извиняюсь, я думал, что будут какие-то новые нюансы, значит, так, итак, давайте я подключу, чтобы вы понимали видео, значит, после того, как его похитили, посмотрите на это видео, вот белый бус, на котором его похитили незадолго. Так, вы видите, за белым бусом следует Mercedes E-класса, значит, значит, сейчас вы увидите несколько очень прикольных моментов. Значит, 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 recipient of this JOHNAT Они оставили ребенка, второго охранника рядом нет. Все, вы посмотрите, на судо C-c Lots и Furner разворачиваются, значит, значит, ну, Furner, на судо C belong to C cap. Вот они подъезжают рядом. Для чего? Вот в этот момент они сейчас начинают грузить в багажник судьи «Чауса». И группа, которая вчера работала, начинает расходиться. Значит, вы видите, выходят люди из микроавтобуса белого, некоторые выходят из «Мерседеса». Значит, в этот момент туда перегружают украинского коррупционера. Значит, сейчас начнется самое смешное, ребят. Значит, сейчас будет в Адулите первый человек, вот вы видите, и идет по тротуару оттуда. Вот идет первый. Это из организаторов, из участников посещения. Значит, Агин там остановился, разрезали шнурки. А были они все в военных ботинках, которые используются, насколько я понял, одно из украинских спецслужб. Вот вы видите, идут еще трое. И у одного из них белый кулек. Видно, им понравился черный кулек-багон, они уже не подружают. Вот они, первый шепот. Вот у меня черный «Мерседес» с людьми в машине, предположительно, трое. И с «Чаусом» в багажнике. То есть, это уже семеро. Значит, и вот вы видите, там вдалеке перед боссом восьмой. Так, ну это уже повтор. Это, я так понимаю, сработала динамичная камера, которая стояла, либо у кого-то, наверное, у кого-то перед боссом. Потому что это серьезный прокол. Потому что момент перед боссом, я уверен, что там уже будет делать зубы, видите лица. Потому что люди, вы видите, расходятся без масок. Значит, значит, кто за шум, это там по рации переговариваются, полицейские что-то пытаются сделать. Короче, значит, вот уже сегодня, значит, один из телеграм-каналов, смотрите, что опубликовал. Опубликовал другое. Значит, вы видите, что наши подписчики прислали информацию, что скандальный украинский судья Чалос Живой, дорогой находится на территории Румынии. Вы видите, там шапка натянута на глаза. Видно, что побиты там или поломаны руки. То есть, люди хотели показать, что он жив. Значит, что хотел я вам сказать. Значит, насколько известно, после того, как его похитили при ребенке, значит, когда его похищали, на самом деле там кричали «Сис, сис». Ну, допустим, это было для того, чтобы подставить нашу молдавскую контору. Но, то, что там были люди, которые говорят на молдавском языке, среди участников. Это подтвержденный факт. Значит, далее. Значит, то, что, как одна из украинских спецслужб сработала вчера, без единого выстрела, как они решили вывести своего коррупционера, видимо, не доверяя нашему молдавскому правосудию. Это они показали, как они умеют работать. И неважно, участвовали молдавские спецслужбы в этом, помогая им как-то в этом, да, или, тем более, вообще не участвовали, потому что они говорят, что наши говорят, что «не, мы не участвовали, мы не придеваем, валев-валев вчера весь день». А у них там была просто истерика. Плюс, если Сауленко не мог найти, куда-то и сел за один из начальников управления «Сива Батизату». И они искали и, типа, кто участвовал в этой операции, и своего начальника управления, который пропал. Значит, дальше очень интересно. Значит, если это участвовали спецслужбы соседнего государства, конкретно Украины, и наши про это ничего не знали, потому что вы же понимаете, что это нужно было за ним следить, заниматься установкой его там местонахождения, маршрутов, куда ходит, когда в спортзал, когда в магазин и так далее. Это огромная работа. И то, что наши спецслужбы проворонили, значит, ну это является подтвердением того, что, какое качество у нас сегодня, насколько качественны сегодня некоторые спецслужбы в Республике Молдова. Значит, то, что в предвыборную кампанию я говорил о том, что нужно, значит, организовать молдавский массад, а спецслужбы в Украине однозначно видно шагнули вперед, и они, в принципе, делают то, что делала израильская спецслужба МОСАД, которая ловила своих преступников там по всему миру. Значит, то, что это плевок в адрес Молдавии, к сожалению, это печально, но факт. Значит, я думаю, что в ближайший день-два появится побольше, значит, побольше появится вариантов, не побольше вариантов, будет больше информации на эту тему, тогда обсудим. Но так как это речь идет все-таки об украинской спецслужбе, значит, ну, вы знаете, я могу только одно сказать, что то, как они отработали, это, я думаю, что по десятибалльной системе на девятку, то есть, почему на девятку и на десятку, потому что без пальбы никого не подставили, значит, 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 кое-где попали под камеры, значит, поэтому девяточка, но я вам хочу сказать, что мы точно, несмотря на то, что один из них шел с кульком, значит, их точно можно привлекать на суд подряд, потому что вот только такая спецслужба будет в состоянии очень оперативно нам вернуть, например, нашего Плохотнюка. Потому что, я вас уверяю, это не было какое-то решение в баре или в ресторане, или какой-то частный заказ. То есть, это люди, которые были на работе и выполняли приказ своего руководства, своей страны. То, что наша страна показала, что не в состоянии работать на предупреждение, значит, и наша контрразведка, как сказать, по-доброму, значит, упустила ситуацию и другие службы, как бы это тоже факт. Вот, значит, я понимаю, что я был поражен, когда узнал, что там одной спецслужб руководит очень молодой парень, который, как бы, ну, занимает серьезную должность для своего возраста. То, что они очень серьезно выросли технически, соответственно, у них больше возможностей. То, что они как-то очень серьезно относятся к реорганизации, реструктуризацию, да, свою внутреннюю. Значит, и это показывает, что нам нужно срочно навести порядок в наших спецслужбах. Потому что, потому что, когда завтра захотят украсть простого человека, бизнесмена, захотят расправиться с каким-то политиками, наша страна, значит, на конкретно этом инциденте показала, что граждане в нашей стране должны защищать себя сами. Потому что, потому что потом любой человек, который окажется в такой нелепой ситуации, он остается один на один с теми людьми, которые его похитили, которые это организовали. Вот, поэтому, значит, я, как бы, с одной стороны вам скажу, что ребят с кульком в военных ботинках, значит, которые вы видели, как они расходились, да, то есть вы видели, что в Мерседесе уехали трое, с другой, с кулечком, другие четверо без, значит, шестой там остался сзади, то есть вы видите, участвовало там 8-9 человек, однозначно. Но я так понял, что часть еще из них разошлась на месте похищения, когда они загрузили Чауса в этот белый автобус. Поэтому, я знаю, что тревога в молдавском СИБе, значит, я не видел ни одного заявления, значит, руководства МВД, СИБа, прокуратуры, его премьера президента, потому что в Кишиневе 12 часов дня похитили человека. На эту тему возбуждено уголовное дело. Значит, поэтому, поэтому, когда прошло более суток, и все, что у нас есть сегодня, это версии разных блогеров из Украины, Молдовы, это как бы, ну, неправильная ситуация. Тут некоторые пишут, это где, когда случилось? Случилось это вчера в 12, там, между 12 и 13 часами, то есть, в час дня, в 12, в час дня в центре города Кишинев, у нас в Молдове. Значит, у меня, к сожалению, нет телефона, но вы его видели, оно есть абсолютно, оно есть абсолютно во всех СМИ, значит, когда прохожие думали, что это спецоперация, просто снимали там, как похищать человека, то есть, то, что это ужасно, и напоминает ту ситуацию, когда при плохише, задержали турецких учителей, но там работал СИП в открытую, в экипировке, то есть, они не скрывали, что они СИПовцы, то, что они по беспределу экстрадировали, там, минуя все процедуры, значит, это проблема, но здесь было все-таки немножко по-другому, но сценарий, как бы, как бы сценарий, сценарий, как бы одинаковый, вот, потому что и там были дети, и здесь был маленький ребенок, поэтому, это на самом деле стресс для этого ребенка, значит, плюс, я как понимаю, пострадал один из телохранителей, потому что этот судья, чтобы вы понимали, находился с несколькими телохранителями, и, значит, спецгруппа, которая работала, они еще забрали с собой телохранителя, Чаоса, избив, связав, и бросили его в том самом белом автобусе, который я вам на видео показывал, короче, в общем, единственное, еще раз, так как это все-таки не бандиты, а спецслужбы, которые были на работе, и с качеством наших спецподразделений, ну, могу вам сказать, что придется молдавскому руководству брать их на суп подряд, для того, чтобы привезли плохиша домой, вот они поедут, отработают, я думаю, что через неделю максимум две плохотнюк будет дома, в скотче или без скотче, это уже время покажет, но, как бы, это самое, так, его в этом молдалуме скреет слоной, допи Дудону в рейними, да ну, а есть там и нынка молд, плюс сто процентов, а если сейфуриком ваша пидэнша, якая, какая ситуация, так, а шека Дудон, ее кредко ныбун, к Дудону смынечь манкарил, отец, что-то, которые прощипают, так, вот, конечно, если не выскриешь простые комментарии, но слегка медец, не котенка есть, астас, сантем, он ухен, Думеника, так, астас ситуация, приятеля, бун, его куплен питоц, сантем пифир, ашака, у свечева, у свечева, ну, мои дискутанты, вот, поэтому все, ребят, я вас всех обнял, всем хорошего дня, спасибо, ну, еще раз, скажу, смешно, смешно, но печально то, что я понял, когда мне многие говорили, зачем там охрана, бронированная машина, вы знаете, что я всегда, когда встречаюсь с вами в селах, во всех городах страны, я никогда не выставлял ребят из охраны, как щит, или не разговаривал с вами, находясь там в бронированной машине, хотя Додон там крутил усатый ходит в бронежилетке, помните, да, этот бред предвыбранную компанию, но имея таких врагов, как Плохотнюк, и пару других негодяев, это обязательно мера предосторожности, потому что, вы понимаете, если бы вчера, условно, он вышел с охраны, и сел бы в бронированную машину, оттуда бы Чаусы никто не вытащил, вот и вся ситуация, поэтому, мы должны добиться того, чтобы, если кто-то захочет работать, на нашей территории, по випоскорту какого-то своего преступника, или коррупционера, вот такие вещи с нами нужно согласовать, а так это все-таки плевок, это все-таки плевок, и одна из украинских спецслужб показала Молдавской, что они делают, что хотят, и уже насколько чувствует себя кто, лохом, это они уже пусть сами завтра высказывают, вам там на завтрашних пресс-конференциях, вот, поэтому, вот такая ситуация, ребят, все у вас одно, на связи, пока, 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 Продолжение следует...